Андрей Кириленко Коби, Брайн Коби, Брайн Это когда тебе одиноко в час пик Или это когда ты привыкаешь к смоку и пыли Сотни районов Смоку, Соку, Соку 2007 год, конечно, это наше детище И, конечно же, когда тебя никто не ждёт Очень легко Настраиваться Потому что ты все сделал, уже когда ты выиграл четвертьфинальную игру и попал в четверку высшую, задача была выполнена на 100%. Такое было расслабленное состояние, но от этого победы как бы не горьше. Все равно, победив Испанию в финале, конечно же, такое чувство гордости ты испытываешь за себя, за свою страну, за ребят, которые стоят в команде. Все-таки в 2011 году это такая была заслуженная победа больше, нежели как такая искра прорыва. Все-таки от нас спрашивали, от нас ожидали. И я считаю, что даже при этом были неудачные игры какие-то. Но даже со всеми неудачными играми все равно их выигрывали, все равно как-то продавливали фантастические броски Сережи Мони в двух играх. И из 11 игр 10 побед, одно все-таки обидное поражение. Хотелось бы все-таки поменять это поражение на поражение в финале, чтобы хотя бы ты чувствовал, что ты на Олимпиаде и ты проиграл команде, которая, может быть, на голову сильнее была в этом турнире. Но я считаю, что все на тех местах, как должно быть. Вот на этом турнире мы действительно показали хорошую игру, но недостаточно хорошую, чтобы выиграть. Вот поэтому эта бронзовая медаль очень ценна. И она пригодится моей коллекции. Спасибо большое за то, что интересуетесь и поддерживаете меня. Что касается Феди Лихолитовой, я уверен, что это был абсолютно игровой момент. Даже просматривая разоразом видео, видно было, что Федя даже не видел меня. Вот. Более того, Федя у нас очень близкий друг, и моя жена, и его крестная мама. Поэтому я уверен, что он не хотел ничего дурного. А ты много раз просмотрел этот момент? Ну, конечно, в силу того, что все-таки все говорят, вот мы видели, мы видели, вот смотри, вот смотри. Конечно же, я просматривал много раз этот момент. И действительно получилось так, что я выбегал со стороны, когда он меня не видел. И во время своего движения просто получил локтем. И в связи с этим немножко потерял ориентацию и упал на пол. Конечно, неприятное падение, но, как я уже говорил, травмы случаются в спорте. И мы ничего не можем с этим поделать. Будем стараться излечиваться от них как можно быстрее. Ну, что я могу сказать? Я люблю свою жену и позволяю делать очень многое, что, наверное, может быть, другие люди не позволили бы делать. Вот, но мне нравится наш 11 лет проведенных вместе, наши дети, наши отношения, наши какие-то совместные приключения. Вот, поэтому мне кажется, за 11 лет мы все равно друг друга любим, все равно друг друга уважаем и, можно сказать, дружим. Вот, мне кажется, очень ценно, когда два человека могут друг другу доверить практически все. Не практически, а все в этой жизни. Поэтому это очень редко и мы стараемся как-то ценить это. Олимпийская медаль, конечно, несомненно. Даже близко не стоит Перстиненба к Олимпийской медали. Может быть, для американцев это примерно одинаково, для человека из России Олимпийская медаль, несомненно. Ну, на самом деле, я не знаю, с кем бы я сыгрался бы лучше всего, потому что я играл и с Джоном Стоктоном, и с Марком Джексоном. Наверное, может быть, я попробовал бы еще с Мэджиком Джонсоном поиграть. Все-таки это трое-трое человек, которые в топе, в первом, наверное, пятерке входит. Вот сейчас Джейсон Китт немножко подогнал их. А что касается старых игроков, я бы очень хотел поиграть, конечно же, или против, или вместе с Александром Беловым, с Неславом Георгиевичем Ереминым, с нашими российскими игроками, с Абонисом, посмотреть вообще, как люди думали на площадке, да, какие решения принимали. Потому что, наверное, трое, они были такими, не скажем, что те люди, которые забивали, да, но те люди, которые как были, как люди оркестра, да, которые руководили командой, да, и вот эти вот, я бы хотел посмотреть, как они, конечно, на площадке вот применяли свои способности. Я знаю, все хотят меня почему-то поймать на вопросе патриотическом. Вот, конечно же, Россия – это страна, где я родился, это моя родина, вот, и страна, где я вырос, то есть, где невозможно, невозможно прожив и будучи возвращенным в Россию, да, до 20 лет, просто поменяв гражданство, да, не поменяв даже, а взяв второе гражданство, а превратиться сразу в человека, да, из другой страны и с другим менталитетом. Конечно, нет. Вот. Америка – это страна, которой я уехал на работу, которая мне страшно не нравилась первый год-два, вот, но, как говорят, люди, ты привыкаешь на любом месте, вот, если бы ты уехал бы в Японию, наверное, в Японии привык бы, вот, в Италии, в Италии привык бы, вот. Страна, которая очень много для меня сделала, в плане того, что, как игрока, наверное, игрока баскетбольной ассоциации, игрока на таком серьезном уровне, мои дети там родились, все-таки, поэтому я благодарен, даже, может быть, не только Америке, сколько городу Солд-Лейк-Сити, вот, потому что они сделали, в принципе, уникальную вещь, они заставили полюбить город этот, этих людей, вот, и поэтому я считаю, что это второй мой дом в Солд-Лейк-Сити, я прожил там 10 лет, прекрасных 10 лет, вот, и состоялся как серьезный игрок, состоялся как отец, как хороший муж, наверное, да, семьянин, вот. Мне это очень по душе, вот, поэтому я стараюсь не вступать в такие дебаты, да, что что ты любишь, что ты, ну, каким образом ты относишься, вот, потому что невозможно, невозможно сейчас разделить вот так вот, да, и сказать, все, вот это хорошо, вот это плохо. Есть хорошие места, есть плохие места, так же, как и в России, есть хорошие места, есть плохие места, поэтому я люблю Россию, мне нравится Америка, поэтому, ну, что я могу сказать. Но вы уже думали, вот, после, там, окончания, когда закончится Хайгер, какую страну выбрали? Мне кажется, что я не выберу одну какую-то страну, вот, и все равно я буду жить и там, и там, и там, я буду путешествовать, вот. Мне не хотелось бы выбирать какое-то одно место и сидеть на одном месте, вот. Все равно у меня такая как-то достаточно, не то что авантюрная, а у меня есть шило, все-таки, которое сидит во мне, и заставляет меня не сидеть на месте, а все-таки двигаться, и посмотрите, я постоянно, вот, ну, когда ты играешь в баскетбол, наверное, это полегче делать, потому что все время путешествуешь, а когда ты все-таки в жизни, вот, даже когда летом у нас есть какой-то перерыв, два-три месяца, все равно я не сижу на одном месте, все равно мы ездим, смотрим разные страны, в Англию ездим, в музей посмотреть, благо, ну, есть возможность у меня, да, такая, вот, и, например, в прошлом году мы ездили в турне по Азии, причем без баскетбола, мы вдвоем с Машей поехали в Японию, Сингапур, потом на обратном пути Мальдивы, Дубай, то есть мы стараемся как-то посмотреть, и также мы все-таки стараемся своих детей привлекать к этому, чтобы у них была возможность все-таки посмотреть, как бывает в мире, как бывает в разных странах, и мне очень нравится, каким образом мои дети развиваются. Вот, мне кажется, что это абсолютно неважно, чей ребенок биологический, да, все равно родители те, кто воспитывает, и если ребенка мы воспитываем практически с грудного возраста, вот, все равно ты будешь в ответе, что ты в него вложил, а не кто-то другой, и не надо винить, там, гены какие-то, да, вот, потому что все равно это то, что ты сумел ребенку показать, то, что ты ребенку сумел научить, вот, это все будет абсолютно на родителях только. Как мать и шею к ней относится. Прекрасно, они обожают ее, они обожают ее, вот, уникальная ситуация, конечно, вот, они относятся к ней как к младшей сестре, они заботятся, они, между собой они дерутся постоянно, невозможно, я такого не видел, что это двое дерутся, но к ней у них такое трепетное отношение, они прямо ее оберегают от всего, там, не ходи туда, здесь не надо, здесь острое, здесь осторожнее, то есть они прямо над ней, как два таких заботливых орла летают, своих птенцов охраняют. В НБА, наверное, Фил Джексон, наверное, Ред Олербах, люди, которые очень многого добились, и хочется, конечно, посмотреть, каким образом они, да, вели свои тренировки, да, каким образом они вообще настраивали свои команды. Вот, из российских тренеров, наверное, побольше времени я бы, конечно, хотел провести и с Александром Яковлевичем Гомельским, и Владимиром Петровичем Кондрашем, хотя я тренировался под их руководством, вот, но очень мало, вот, все-таки я хотел бы побольше посмотреть, когда они были, может быть, даже помоложе, когда они были с такой, с искрой, да, и все-таки, когда они уже постарше, наверное, уже на опыте, на авторитете, а когда помоложе, я бы с удовольствием посмотрел в них, как они вообще настраивали команды свои, да, строили вообще тактику, вот, это было бы интересно. Конечно, помню, но я не один раз это был. Ты думаешь, что игровые моменты, или вот это уже было? Ну, случается, но я никогда не стараюсь искать какой-то подвох в действиях игроков, вот, потому что сегодня мы оппоненты, завтра мы можем играть в одной команде, поэтому я не думаю, что игроки целенаправленно хотят нанести травму, а если даже и доносят ее целенаправленно, потом раскаиваются в этом, потому что мне кажется, что если ты обыгрываешь человека за счет своих способностей баскетбольных, ты получаешь гораздо больше удовлетворения, нежели ты пришел и просто треснул кого-то, вот. Есть, конечно, исключения из правил, и игроки какие-то есть грубые достаточно, но я просто придерживаюсь такой позиции, что, ну, почему ты должен, зачем ты должен проявлять какую-то ненужную агрессию, ты можешь ее применить в игре. Хотя никто не скажет, что я, например, игрок, который проявляет очень слабо, там, да, какую-то агрессию. Я всегда там, если у меня случаются моменты, когда я кого-то там тресну в игре, не хотят того, не желая того, вот я всегда подойду, извинюсь, но это не значит, что я буду играть мягко как-то, да, прочь, этого игрока. Буду играть жестко, агрессивно, но если какой-то момент, который выходит за рамки правил, всегда, я считаю, что ничего зазорного в этом нет, дайте извиниться, но продолжать в таком же духе. Каждый раз извиняться. Ой, извини, чувак. На тебе еще раз. Так, на всякий случай, ты на камере. Расскажи. А что, на стоп не может, наверное? Мы специально снимаем потустороннюю жизнь. Окей. Что происходит? Что вам показать? Ну, покажи что-нибудь. Мне секретов нет. Покажи тапочек. Отвлекаешь нас, время забираешь. А так бы кто-нибудь мог лишний вопрос задать. А порт-пример. Ну, сейчас два человека и еще примерно 5-10 тысяч болельщиков всегда тоже ждут тебя. Когда ты уйдешь, так можно было поговорить спокойно. Все спокойно, когда датнут. А то все читают твой блог и удивляются. Как вообще она пишет такое? Как я вообще в голову такое приходила? Чушь такая. И я тоже вот читаю и думаю, как тебе в голову такая чушь пришла? Знаю. Ну, поддерживаю. Да? Потому что смешно читать. Читаю и улыбаюсь. Смотри-ка. Нормально. Давай выстроим какую-то баталию в форуме. Пускай люди подерутся. Так ты делаешь. Нет, я так не делала специально. На самом деле, скажу, ребят, кто читает блоги, пожалуйста, относитесь немножко с юмором. Не надо воспринимать это вообще серьезно. И не ссорьтесь, не ругайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...